Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер! В эфире программа «Разговор по чесноку» и я, Марина Хакимова-Гацимаер. Цель нашего мозга – построить модель мира и на основе этой модели уметь предугадывать его изменения. Это слова казанского профессора-нейробиолога Рустема Хазипова. И сегодня мы будем говорить о том, каким образом развивается и функционирует мозг человека, а также о том, как возникает сознание. У нас в гостях ученые с мировым именем, работающие сразу в двух странах – в России и во Франции. Доктор медицинских наук, профессор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, директор исследований в Средиземноморском институте нейробиологии в Марселе Рустем Хазипов. Здравствуйте, Рустем Нариманович. Добрый вечер, Марина. Расскажите, пожалуйста, о самом важном, о самом главном, чем вы сейчас конкретно занимаетесь. Чем я занимаюсь конкретно сейчас – это то, что в Казанском университете была создана открытая лаборатория Open Lab нейробиологии, которая сгруппировала несколько направлений, которые ведутся в Казанском университете по этой большой области исследований. И я являюсь куратором этого направления по нейробиологии. В это Open Lab входят несколько лабораторий, в том числе лаборатория нейробиологии, НИЛ нейробиологии, которой я руковожу, а также несколько других групп, которыми руководят приглашенные ученые из финского университета КОПИО Рашид Гениатуллин, Андрей Розов из Германии, и также наши группы Казанские, в частности, группа, которой руководит Гузель Сидикова, профессор кафедра физиологии Халил Адыпыч Ганудзинов. И я занимаюсь тем, что организую и координирую деятельность этих всех направлений вместе. И значительное время тратиться на то, чтобы руководить исследования в нашей лаборатории нейробиологии развития. То есть у вас международная, можно сказать, команда с российскими именами, которая занимается, продвигает, так можно сказать, мировую уже науку. И я знаю, что в ваших лабораториях исследуется строение мозга и то, как устроен мозг. Правда ли это? И то, как он функционирует. Вот, скажем так, основное направление нашей лаборатории – это физиология мозга. Конечно, структура мозга – это очень важная вещь, которая является основой для понимания того, как он функционирует. Но фишка нашей лаборатории в том, что мы занимаемся физиологией. То есть то, каким образом мозг работает. Пытаемся понять, как он работает. Это безумно интересно. И я думаю, что и философы, и ученые, и психологи, все истории человечества интересовала вопрос, каким образом работает наш мозг. И даже говорят, что до сих пор мозг менее исследован, чем космос. Вот все-таки ваша работа, каким выводом вы пришли, какие открытия сделаны, как работает наш мозг, от чего это зависит? Ну, скажем так, основное направление наших исследований – это то, каким образом мозг развивается. Это то, каким образом в процессе развития в нем зарождаются теоритмы мозга, которые лежат в основе сознания и поведенческих реакций. И вот в процессе этих исследований нами было сделано несколько таких, я бы сказал, не побоялся этого слова, фундаментальных открытий, которые, как кирпичики, ложатся в основу фундамента физиологии эмбрионального развития человека. То есть те процессы, которые происходят у человека еще до рождения. Дело в том, что человеческий мозг развивается в самой большей степени именно до рождения. То есть когда человек рождается, уже обладает очень зрелым мозгом по сравнению с другими животными. И очень большое количество функций в нем уже присутствует. И уже присутствуют зачатки сознания. Все анализаторы работают очень даже неплохо сенсорные. Если мы говорим о зрении, то оно уже присутствует. Слух присутствует. И человек рождается в этот мир уже готовый для того, чтобы воспринимать внешнюю информацию из этого мира. А то, чем мы занимаемся, это то, каким образом происходит формирование вот этой сложной очень системы, как человеческий мозг, с тем, чтобы создать вот эти очень высокоорганизованные функциональные ансамбли нейронов, которые обеспечат эти сложные функции, которые наш мозг обеспечивает. Вы сказали, что развитие мозга зависит от того, как развивался эмбрион. Абсолютно правильно. То есть это гены или это состояние мамы во время беременности? От чего зависит работа и здоровье человеческого мозга? Ну, значит, скажем так, надо сказать, каким образом мозг развивается. И что такое мозг? Если говорить очень упрощенно, мозг представляет из себя совокупность нейронов. Это клеточная основа мозга. И в человеческом мозге их действует в 12 степени. Это миллиард миллиардов. Это очень много. И каждый из нейронов соединен с другими нейронами, еще примерно 10 тысячами контактов. Вот получается очень сложная схема. Для того, чтобы создать эту схему связи между нейронами, необходимо иметь некий план. И вот этот план, он заложен в наших генах. В генах существуют молекулы, которые кодируются генами, которые обеспечивают контроль над тем, что аксон определенного нейрона из пункта А прорастет в пункт Б. Для этого необходимо использовать различные молекулы, которые обеспечивают, являются, ну, их называют семафоринами. То есть это молекулы, которые обеспечивают контроль за тем, что когда аксон прорастает... Аксон — это один из отростков нейрона, который обеспечивает связь с другим нейроном. Вот когда этот аксон прорастает, а иногда он прорастает на метры, на самом деле. Вот, например, нейроны, которые находятся в моторной коре нашего головного мозга, которые управляют нашими движениями сознательными, их аксоны прорастают до спинного мозга. То есть расстояние, которое они проходят во время развития, составляет до одного метра. И это удивительная вообще загадка природы, каким образом этот микроскопический аксон находит этот путь для того, чтобы прорасти именно в ту точку спинного мозга, в которой он должен прорасти. И вот этот процесс, такой самой начальной закладки схемы связей между нейронами, он заложен в генах, как я уже сказал. И по пути прорастания аксона экспрессируются определенные молекулы, они называются семафорины. Это как маленькие такие светофорчики, которые говорят, что данный аксон может... Если горит зеленый свет, то он прорастает. Если красный, то он здесь останавливается. Или поворачивает направо-налево. Также используются химические молекулы, которые также генетически детерминированы. Это молекулы, которые являются репеллентами или аттракторами. То есть репелленты – это те, которые отталкивают аксоны. Говорят, что сюда идти не надо. Другой класс – это аттракторы, те, которые притягивают аксоны. И вот комбинация таких молекул, которые являются семафоринов, аттракторов и репеллентов, они обеспечивают то, что создается приблизительная схема связей в мозге. А вот дальше, когда эта приблизительная схема связи уже создана, включаются процессы активности. То есть когда создается некая связь, необходимо ее проверить функционально. И вот здесь эти нейроны начинают друг с другом разговаривать, общаться друг с другом. И вот этот процесс общения мы, собственно, и изучаем. Таким образом, если суммировать, в основе развития мозга лежат как генетические молекулы, так и активность. Причем активность является инструментом для того, чтобы испытывать те нейрональные сети, которые созданы. Но поскольку эта активность может модулироваться различными внешними факторами, в том числе, например, химическими веществами, вот мы будем сегодня говорить немножко о таких веществах, как общая анестетика или алкоголь, то вот эти все вещества способны модулировать активность нейронов. И в результате этой модуляции может естественным образом или неестественным образом меняться связи между нейронами. Таким образом, мы говорим о том, что есть nurture и nature. То есть, nature – это гены, nurture – это воспитание. То есть, и вот эти все процессы, они происходят и нутро, в том числе. Воспитание проходит внутри утроба. Да, да, да. Но при этом, вот что было обнаружено в нашей лаборатории, это то, что вот эти нейроны, нейрональные сети, которые развиваются, они функционируют совершенно уникальным образом. В частности, вот, например, такие вещи, как активность зрительной кариев. То есть, мы с вами смотрим сейчас друг на друга, анализируем наше поведение. У ребенка, когда он растет и нутро, никакого внешнего входа из внешнего мира нет зрительного. Он растет в полной темноте, на самом деле. Но при этом развитие его зрительной системы критически зависит от активности в сетчатке. Откуда берется эта активность? Оказывается, что эта активность в отсутствии света берется за счет спонтанной активности в сетчатке. В сетчатке каждого глаза ребенка развиваются волны активности, которые проводятся по сетчатке, независимо друг от друга, в левом глазе и в правом глазе. И вот эти волны активности передаются через передаточные станции, в данном случае таламус, латерально-коленчатое тело, и дальше поступают в кору головного мозга. И вот эти волны на протяжении всего, практически всей второй половины беременности, они учат, тренируют зрительную систему и обеспечивают конкуренцию между правым и левым глазом за определенные участки в нашей зрительной коре. И за счет этой конкуренции создается вот та зрительная карта, ретинотопическая карта мы ее называем. Дело в том, что у нас в мозге есть в зрительной коре, она, кстати, находится в затылочной доле, есть карта, которая идентична тому, что есть в сетчатке глаза. Мы ее называем ретинотопическая карта. То есть каждый нейрон в сетчатке имеет свое представительство в коре головного мозга. И вот в процессе созревания идет постоянная конкуренция между двумя глазами за определенные участки мозга. И то же самое происходит в других анализаторах. Например, вот во время развития, вот у вас есть дети, да, Марина? Вы, наверное, помните, когда ребенок рос, то он пинался, толкался, да? Да, помнит каждая мама. Да. И вот эти движения, они, в общем-то, раньше считалось, что это такой эпифеномен развития, эпифеномен, то есть явление, которое не имеет особой физиологической природы. А когда мы стали глубже исследовать этот феномен, используя вначале в качестве модели крысят и мышат новорожденных, чем интересна эта модель крысят и мышат, тем, что у них те периоды развития в нервной системе, которые происходят у человека инутра, они проходят после рождения. И крысенок, когда он рождается, по уровню развития он соответствует примерно середине беременности у человека. А когда он достигает возраста примерно 10-12 дней, то он сравнивается по уровню развития с новорожденным ребенком. Понятно, да? То есть и вот этот период 10-12 дней является тем самым периодом, который соответствует периоду второй половины беременности. Второй половины беременности. Вот. И вот у этих крысят, точно так же, как и у плодов инутра, мы наблюдаем мегаклонические подергивания, то есть это движение конечностей, которые идентичны тем, которые наблюдаются у человеческого детеныша. И вот исследуя то, каким образом эти движения подергивания взаимодействуют с активностью в коре головного мозга, вы увидели удивительную вещь, что активность коры головного мозга у крысят во многом определяется тем, что происходит подергивание конечностей. Например, если мы смотрим на активность в репрезентации руки, то эта активность, что интересно, она практически полностью отсутствует, когда крысенок не двигается. Но в тот момент, когда происходит маленькое подергивание, то вспыхивает этот участок коры. Если подергивается ножка, то вспыхивает участок, который получает информацию от ноги. И вот мозг на этом этапе развития, он представляет из себя такие вот мелкие вспышки активности в тех участках коры, которые соответствуют той части тела, которая в данный момент подергнулась. И вот что интересно получается, что вот эти подергивания, они происходят постоянно, их тысячи происходят, и они обеспечивают то, что мы называем синаптическую пластичность. Они обеспечивают формирование и усиление, упрочнение тех синапсов, которые сформировались за счет тех генетических механизмов, о которых я говорил. Если же активности нет, то эта данная связь исчезает. То есть уже какие-то дефекты, так скажем. Да. И вот здесь вот мы приходим к такому важному пониманию в биологии развития. Это так называемый критический период в биологии развития. Критический период — это период, во время которого активность играет суперважную роль в формировании мозга. И если вот в этот период времени, которое у крыс составляет буквально несколько дней, эта информация не приходит со стороны периферии, в данном случае подергивания не происходит, то участок мозга может полностью атрофироваться. Например, вот если у крысенка при рождении удалить один из усиков, вот у крыс, так же, как у кошек и у собак, на мордочке есть усики, которыми они исследуют внешний мир. И вот если при рождении у крысенка удалить усик, то соответствующему участок в сама сенсорной коре, то есть в коре, которая анализирует информацию, получаемую от этого усика, этот участок коры просто будет отсутствовать. То есть вместо вот этих 25 колонок, мы их называем, которые соответствуют определенному усику на мордочке животного, один исчезнет, тот, который был удален. А если, например, выживить дополнительный усик 26, то появится еще 26 колоночка в этой самой сенсорной коре. И вот этот феномен происходит, система безумно пластична. То есть это какие-то чудеса природы действительно? Да, система безумно пластична. И что важно, это то, что... То, что очень важно, это то, что эта активность, удаление этой активности, оно будет критично иметь вот такой эффект только во время критического периода, вот несколько дней после рождения. Если сделать аналогичную операцию, допустим, через 10 дней после рождения, у крысенка экспериментально, то вот этот участок коры, он останется. Он функционально будет перераспределен между соседями, но он останется, в принципе, точно таким же, как и у других нормальных животных. А если говорить уже о человеческих детенышах, то это вторая половина беременности мамы наиболее, я так понимаю, для формирования мозга важная, если мы говорим о состоянии плода. Да, есть такое понятие, которое называется brain sport. То есть это тот период времени, когда происходит наиболее интенсивный рост нейронов, установление синаптических связей. Вот этот вообще период роста мозга, он начинается еще где-то примерно в конце первого триместра беременности, происходит закладка всех нервных тканей, и заканчивается дифференцировка нейронов, то есть их деление. То есть нейроны поделились. На самом деле больше их уже не станет. То есть вот с этого момента все, что происходит с мозгом человека, количество нейронов только начинает уменьшаться. Кстати, оно уменьшается за счет двух механизмов. Один из них – это естественный механизм, который называется апоптозом. Апоптоз – это в переводе с греческого листопад. То есть ближе к зиме, вот сейчас мы видим, что у нас деревья стали желтыми, красными, и листья опадают. Вот эта смерть листочков, деревьев, она на самом деле запрограммирована. То есть это происходит запрограммированным образом. Весной они опять вырастут, но осенью они погибли. И вот аналогичный процесс так называемой запрограммированной клеточной смерти, звучит это плохо, но на самом деле это хороший феномен, потому что он присутствует в процессе развития. Например, такие вот вещи, которые происходят в процессе развития, как, например, когда ребенок эмбрион, если мы возьмем, например, до середины беременности его глазки закрыты. То есть наши веки, они сращены друг с другом. Их просто нет на самом деле. То есть просто все затянуто кожей. Точно так же и ушные раковины затянуты кожей. Но в тот момент времени, когда нужно уже подключать сенсорную информацию, нужно открывать немножечко ворота для получения внешней информации, в этот момент включается феномен апоптоза, который запрограммированно убивает нейроны, те, которые располагаются как раз в том месте, где находится прорость между веками. И таким образом происходит разделение век. Вот вы никогда не задумывались, как это происходит. Это происходит именно за счет того, что стимулируется процесс апоптоза, стимуляция клеточной смерти. И вот то небольшое количество нейронов, клеток кожи, которые находятся в области прорези, оно отмирает, и наши глазки открываются. То же самое происходит с ушами. То есть кожица отмирает, и формируется это отверстие слуховое. То же самое происходит с нейронами. Их количество продуцируется в избыточном количестве. Их больше, чем нужно. И потом, в зависимости от того, насколько удачно нейроны включаются в активность мозга, если он включился, например, в сенсорной коре, он получает вход, этот нейрон активируется, в него входят кальций. И у него есть некие системы, которые отслеживают то, что этот нейрон хорошо интегрирован, так сказать, в социум нейронов. В случае, если он плохо интегрирован, он неактивен, выключен из этого общества, то в нем включается этот процесс апоптоза. То есть таким образом происходит отбарковка того материала, который не нужен, в общем-то. Да, действительно, вот я сейчас поняла, что основа нашего существования, можно сказать, будущего в течение всей жизни закладывается во внутриутробном периоде. И вы упомянули уже о том, что происходит, если мама, скажем, употребляет алкоголь, если вот прикладную функцию нашей программе какую-то привнести, или какие-то обезболивающие препараты, что происходит в это время с плодом, как реагирует его мозг на такие... Да, вот одно из удивительных наблюдений, которые мы сделали, это то, что вот тот процесс апоптоза, о котором я говорю, он удивительным образом стимулируется алкоголем. То есть алкоголь полезен во время беременности? Вот скажем так, то есть уровень апоптоза, это очень тонкая вещь, уровень апоптоза, который физиологичен, он составляет доли процента. В случае, если мы экспозируем плод к алкоголю, то это стимулирует апоптоз. Нет, вот одноразовое введение, то, что мы показали, одноразовое введение алкоголя на крысятах это было сделано, естественно, потому что редкая мама согласится на такой эксперимент, да? Хотя, к сожалению, должен признать, бывают случаи, когда беременные мамы употребляют алкоголь, и это совершенно недопустимо. Почему? Вот я вам сейчас расскажу на примере крысят. Когда мы берем крысят, которые соответствуют по своему возрасту, примерно к концу второго триместра беременности, то есть примерно 25-30 неделя по гистации у человека, да? Вот. Экспозиция этого плода катанула, то есть мы вводим алкоголь внутри брюшина, и через 10 часов мы смотрим, что произошло в мозгах. И мы видим, что количество нейронов драматически падает. И из них вот этот апоптос, о котором я говорил, стимулируется в сотни, в тысячи раз. То есть даже те нейроны, которые были хорошими, они умирают. И вот эти дети, которые рождаются... Синдром, на самом деле, очень хорошо известен у человека, он называется фитально-алкогольный синдром. Он наблюдается у тех детей, которые родились у матерей, которые употребляли алкоголь во время беременности. Здесь мы наблюдаем целый спектр различных нарушений, начиная с терротогенных эффектов, в том случае, если... Терротогенные эффекты это... Терротогенные это аномалии костного развития, да, то есть аномалии лица, да, вот типичные такие, которые происходят, если алкоголь употреблялся в сравнителе рана, да. Если он чуть-чуть попозже в беременности употреблялся, то это приводит к очень серьезным нарушениям в мозге, в центральной нервной системе. У этих детей мы наблюдаем очень сильное отставание умственного развития, эпилепсию и много всего остального. И плюс к этому у них просто размер мозга, может быть, меньше, почти в два раза, на самом деле, до двух раз меньше, чем у нормальных людей. Почему? Потому что стимулируется апоптос, и нейроны погибают. Кстати, как ученые, скажите, раз уже зашла речь о размерах, размер мозга влияет на его функции, на, скажем, интеллект? Да, ну вот исследования между человеческой популяцией, они показали, что особой корреляции на самом деле нет. Так что мозг, наверное, не самое главное. Размер мозга не самое главное. Я напоминаю нашим радиослушателям и телезрителям, что сегодня мы говорим о свойствах и о функциях человеческого мозга, и о буквально последних открытиях наших ученых в этой области. У нас в гостях профессор, доктор медицинских наук, профессор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Рустем Хазипов. Сейчас мне хотелось бы очень интересно поговорить еще об одной вашей работе, и о ваших исследованиях. Я знаю, что вы изучаете причины мигрений, ишемии головного мозга, последствия травм головного мозга. Расскажите об этой работе и что нового удалось открыть и узнать в этой области. Вот вы знаете, здесь, наверное, очень много разных интересных наблюдений, да, но вот одно из них, такое наиболее, мне кажется, интересное, это то, что объединяет вот эти различные патологии, это то, что нейроны каким-то образом во время патологического процесса, во время этих заболеваний, если эти нейроны находятся в очаге, в эпицентре заболевания, например, если это эпилепсия, то в том очаге, в том небольшом участке мозга, где генерируется этот пароксизмальный разряд эпилептический, вот эти нейроны, они каким-то образом возвращаются в своем развитии на ранние этапы антогенеза, то есть на ранние этапы развития. То есть головная боль, мигрень, это возвращение к эмбриональному состоянию или куда-то вот в эту область? Ну, не совсем так. Скажем так, я бы не стал мигрень включать пока еще в этот список, но, например, такие вещи, как травма, ишемия, сотрясение мозга, эпилепсия, сотрясение мозга, да. Вот в тех участках мозга, где происходит повреждение, мы наблюдаем очень удивительные вещи. Нейроны возвращаются в то состояние, в котором они были на ранних этапах. Возможно, это механизм пластичности, потому что если нейроны погибли, то нужно каким-то образом включать механизмы для того, чтобы компенсировать эти потерянные функции. Но как бы то ни было, мы видим, что многие свойства нейронов возвращаются к незрелым. И вот одним из свойств незрелости нейронов является то, что нейромедиатор гамма-аминомасляная кислота, сокращенно гаммк. Это сложный термин, наверное, да, но это очень важный нейромедиатор в мозге, который обеспечивает торможение в нервной системе. Ведь нервная система наша работает каким образом? В ней есть два основных медиатора. Это глутамат, приправа, которую мы используем в кухне, и китайцы особенно используют. Вот эта молекула является медиатором возбуждения. Ну, возбуждение вкуса обычно, да? Нет, нет, нет. Нейроны используют в качестве химического вещества, с помощью которого они общаются друг с другом, именно глутамат. Ну вот если мы едим этот глюкарин? Он не проходит в мозг. Только если съесть его очень много, тогда он пройдет, и тогда возникнет эпилепсия, кстати, эпилептический припадок. То есть глутамат натрия, который в напитках... Если его слишком много, да, да, да. Возникает эпилепсия. Если его слишком много съесть, да, то... Ну, так он не проходит через гематоэнцефалический барьер. Вот. Но внутри мозга нейроны общаются друг с другом, возбуждающие нейроны, посредством именно этой молекулы. Как-то не парадоксально. И эта молекула возбуждения. Вторая молекула, которая отвечает за торможение, это гамма-аминомасловная кислота. И вот процесс... Все процессы в нашем мозге, на самом деле, они построены на балансе между вот этим возбуждением, которое посредством глутаматной аминокислотой, глутаматом и гамма-аминомасляной кислотой. Вот они держат этот баланс между возбуждением и торможением. Вот. В том случае, если каким-то образом происходит нарушение торможения, то мы видим нарушение в работе нейрональных сетей. Как правило, это гиперсинхронизация, вплоть до возникновения эпилептических припадков. Что, кстати, часто является последствием таких вещей, как, например, посттравматическое поражение мозга. После травмы это довольно часто встречается, эпилепсия. Так вот, нейроны в тех очагах, которые поражены, в них гамма-аминомасловная кислота начинает действовать как возбуждающий медиатор. То есть она тормозная, а вот нейроны в очаге заболевания, она начинает возбуждать. И те же самые эффекты мы наблюдаем и у детей на ранних этапах развития. То есть действие нейронизатора ГАМК возвращается к тому эмбриональному состоянию. И это является одним из механизмов, патогенеза мы называем этих заболеваний, в том числе возникновение эпилептических припадков. И одним из механизмов для того, чтобы вот таких новых фармакологических способов, для того, чтобы скорректировать эти изменения, которые могут быть очень неблагоприятными для человека, можно подумать о том, чтобы скорректировать действие ГАМК с помощью молекул, которые модулируют работу транспортеров хлора. Я не стану углубляться в детали, но есть молекулы, которые могут вернуть этот возбуждающий действие ГАМК обратно на тормозное. И в этом случае можно ожидать того, что эти вещества будут очень даже помогать против болезненных проявлений, в частности эпилептических припадков. И сейчас ведутся исследования большим количеством людей, лабораторий в мире, над тем, каким образом этот нейромедиатор торможения действует на больные нейроны, скажем так, и каким образом можно это скорректировать. И в ряде случаев мы видим, что некоторые патологии действительно удается скорректировать. В частности, вот есть такое вещество бометонид. Это вещество, которое является на самом деле мочегонным средством. Но как-то неудивительно, помимо того, что он действует на почки, он еще может действовать и на мозг. И в ряде заболеваний мы видим то, что комбинация этого вещества с другими классическими препаратами оказывается гораздо более эффективной, чем нежели без него. Рустам Дориманович, я вот хочу сейчас немножечко из такой области научной, перейти в область, может быть, так понятную многим и интересную многим, такую метафизическую, почти мистическую область. Вот меня уже давно, например, интересует, что Наталья Петровна Бехтерева, знаменитый наш профессор, она, например, говорила, что состояние всего организма человека зависит от состояния его мозга. Поэтому многие философы, ученые, которые постоянно думают, даже если у них ужасные условия в жизни, даже если они живут где-то в сталинских застенках, и так далее, они очень долго живут, потому что у них постоянно работает мозг. Потом я знаю, что ее теорию оспаривали некоторые ученые. Вот как вы считаете, взаимосвязано ли здоровье человека, его физическое здоровье и его состояние мозга? Ну, есть классическая фраза «в здоровом теле здоровый дух», хотя оригинально она звучит на самом деле так, что у здорового духа здоровое тело. Так что здесь Академия Бехтерева немножко не нова, да. Ну, конечно, да, абсолютно согласен, да. То есть то, как работает мозг, если человек много читает, много думает и так далее, то физически, там, почки, его желудок и все остальные органы будут функционировать так же хорошо? У здорового духа здоровое тело. Как-то вы сказали в одной из своих работ, что мозг конечен. Что вы имели в виду? Так, наверное, я этого не говорил, но видимо идея здесь в том заключается, что вот… До конца ли исследован мозг? До конца ли он исследован? И безграничен ли он? Так вот он конечен, он конечен. Дело в том, что… Как я уже сказал, мозг состоит из нейронов. И на сегодняшний день мы очень хорошо продвинулись в понимании того, как работают вот эти элементарные элементы нервной системы, элементы мозга, нейроны. То, как они взаимодействуют друг с другом. Вот. И сейчас, ну, большая проблема заключается в том, что нейронов много. И связей очень много. Как я уже говорил, миллиард миллиардов нейронов, да. Это довольно сложно понять, то, как это все вместе работает. Однако на помощь нам приходит кибернетика. Вот. И с помощью кибернетики и суперкомпьютеров удается на сегодняшний день моделировать работу. Все эти миллион, миллионов? Пока нет. Но небольшие участки коры удается моделировать. То есть группа нейронов, которые состоят примерно из 10 тысяч нейронов, довольно удовлетворительно моделируется на сегодняшний день на основании тех знаний, которые мы получаем при исследовании элементарных свойств нейронов, связи между ними. И при, так сказать, подаче внешних стимулов мы видим переработку сигналов в этих нейрональных сетях именно таким образом, как это происходит в живом организме. Вот. Если... То есть, в принципе, получается, что проблема, на самом деле, носит количественный характер, а это решить можно будет всегда. То есть, техническая такая задача. Технически, да-да-да. Содача. Да. А в этом случае правы ли фантасты? Да, говорят, что то, что фантасты написали там 100-200 лет назад, обязательно когда-то будет. То, что появилось в голове у человека, когда-нибудь это воплотится в реальность. Искусственный интеллект, например. Я убежден в этом. Вот если говорить о фантастах, то один из моих любимых это Станислав Лем. И в одном из его рассказов «Приемы Тихого» он писал о том, что такая у него была мысль, что... Может, я сейчас не помню детали, но идея была в том, что была некая такая черная коробочка, которая обладала всеми знаниями и, более того, была наделена менталитетом известного писателя, по-моему, Пушкина, если я не ошибаюсь. То есть, вот такая коробочка, с ней можно было общаться, и она полностью воспроизводила речь, мыслия, и даже говорил какие-то стихи. Вот мне кажется, что на самом деле это не за такими далекими горами. И в основе этого, мне кажется, будет лежать именно создание искусственного интеллекта. Причем на сегодняшний день существует два подхода к тому, чтобы создать этот искусственный интеллект. Первый подход основан на том, что он на сегодняшний день как бы доминирует. Вот это взгляд на мозг как на некий черный ящик, на который подается входная информация. И на выходе мы читаем, ну, как вот вы мне задаете вопрос, я вам отвечаю, да? Вот если задавать очень много вопросов и дальше проанализировать ответы, то можно смоделировать, на самом деле, мозг, поведение. То есть, не имея физической модели мозга, можно вполне удовлетворительно смоделировать поведение. Второй подход заключается на том, на более физическом подходе, о том, о котором я начал говорить, о том, что создаются реальные модели нейрональных сетей, маленьких участков мозга. Затем все это объединяется в глобальную схему. Это очень большой проект, который называется «Коннектом». Он был начат с того, что создался коннектом, то есть модель небольшого участка мозга крысиного. сегодня в США и в Европе существует два проекта, которые имеют очень большое финансирование, в которых делается попытка создать человеческий коннектом. То есть, в принципе, это еще один шаг на построение искусственного интеллекта. А как же душа? Вот опять-таки то, о чем пишут часто фантасты, вот создан искусственный интеллект, эти роботы, которые знают все, думают, прекрасно соображают, но в них нет, например, сострадания, милосердия. Вот эти вот вещи, они тоже какие-то химические? Или это все-таки чудо Божье, когда мы говорим о существовании, например, того же самого милосердия? Или любовь? Ну, существует колоссальное количество данных, экспериментальных, которые четко доказывают, что все эти процессы являются ничем иным, как продуктом взаимодействия нейронов в нашем мозге. То есть душа, она... Ну, вы знаете, с чем можно это сравнить? Вот, представьте себе, у вас есть компьютер, и у него есть программа, которая бегает, да, вот, игровая программа танки, да, там реально бегают танки, да, ведь? Стреляют друг в друга, да, ведь? Стреляют со звуком, да. Да? Вот это вот некий процесс, да, ведь, который функционирует внутри этого компьютера. И, по сути, это его душа. Да, ведь? Можно с этим сравнить? Вот точно так же и наша душа, она является результатом работы этой программы, если вы хотите. То есть все так прозаично. А хардвэр, компьютером является, собственно, наш мозг, носителем этой программы. Это не прозаично, почему? Это так. Это хорошо. И эта прозаичная система рождает прекрасные вещи, музыку, стихи. Да, вот, я хотела как раз об этом сказать. Ну, романтики, лирики, они пытались все время придать этому некий потусторонний, так скажем, божественный, сверхъестественный оттенок на протяжении, да, скажем, всей литературы, скажем, классической и так далее. А скажите, что вы думаете по поводу психосоматики? Вот есть такая писательница и ученая, Луиза Хей, американская. Она написала несколько книг, и многие, я знаю, в России являются приверженцами ее теории, что все болезни человека зависят от наших мыслей. Что там сердце болит, если плохо, там, думаешь о родственниках, спина болит, если слишком тяжело, устала и слишком много набрала на себя всяких дел и так далее. Она нашла много взаимосвязей в зависимости, там, если, например, даже болит горло, это значит, что ты не то сказала, что-то плохое сказала. Вот как вы считаете, взаимосвязаны ли наши мысли и состояние нашего организма, состояние нашего здоровья? Ну, по-моему, говорили уже об этом. Мы говорили о том, что если наш мозг... Ну да, вот то, что касается, скажем, плохие мысли. Мы говорили о том, что работа мозга, когда мозг работает, то и организм здоров, здоровый теле, здоровый дух. А вот плохие мысли, например, плохие-ка я злость и так далее, ненависть. Порождает она какие-то заболевания или нет? Если взаимосвязать... Я бы не стал так обобщать. Я думаю, что то, что относится к нейробиологии и проблем работы мозга и заболеваний в том числе, да, здесь, конечно, существует очень много как реальных наблюдений и основанных на научных наблюдениях, так очень много и построений околонаучных, шарлатанских, откровенно говоря. И я бы все-таки отдал удел поиска закономерности в работе мозга и в его заболеваниях. Я бы этот удел отдал ученым и врачам, а не писателям. Понятно. Спасибо большое за это очень важное замечание. Я хотела бы задать вопрос по поводу наших ученых, в том числе казанских ученых, которые в 90-е, 20-е, 10 лет назад, к сожалению, уезжали за границу работать. И сейчас, это был даже термин утечка мозгов, и сейчас возвращаются. И вы вот в том числе тоже работаете на две страны. Скажите, почему пошел этот процесс, что конкретно в Казанский университет и конкретно в Институт фундаментальной медицины и биологии возвращается столько наших ученых? Вот с чем это связано? Здесь работать интереснее, лучше, чем за границей? Я думаю, что объяснение очень простое. Оно точно такое же, почему уехали ученые в свое время. Они уехали, вот я помню, что я уезжал в начале 90-х годов. В этот момент финансирование науки, как это ни прискорбно, но для того, чтобы заниматься научной деятельностью, необходимы средства. И вот в начале 90-х годов эти средства, они составили ноль на протяжении многих лет. Это продолжалось. И, в общем-то, для того, чтобы заниматься наукой, необходимы средства. И вот чтобы продолжать заниматься наукой, пришлось, на самом деле, не для того, что эти ребята захотели уехать. Просто это пришлось сделать. Это вынужденный шаг. Да, и точно так же, то, что сейчас происходит благодаря тем очень мудрым, я считаю, решениям правительства нашего о том, что нужно науку финансировать и сделать ее одной из национальных идей, на самом деле. Благодаря этому процессу происходит возврат. Это абсолютно объяснимо. Понятно. Спасибо огромное. К сожалению, время нашей программы истекло. Было очень интересно и познавательно. И я надеюсь, что наши радиослушатели и телезрители получили много новой и полезной информации. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нас был доктор медицинских наук, профессор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, директор исследований в Средиземноморском институте нейробиологии в Марселе Рустем Хазипов. Я прощаюсь с вами. Увидимся. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин